Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 А сколько нужно, дорогая, чтобы всё было нормально? Ну, мощь, если бы прошёл, то вообще бы отличило. Я бы лучше 20 литров бензина перерог лишнего, ну, это... И таскал их без проблем. Сейчас же и поменялись эти пороги. Камни в разных местах стоят каждый раз. Вообще, в эти бутылки надо всегда думать, что голова должна быть включена. Только что-то маленько ты лоханул, и у тебя катастрофа. И это очень важный момент. У нас не было ничего. Мы часто не могли бы прыгать, чтобы наши guide могли навигать в горы. Насколько даже это не было более легче, и мы могли бы физически двигаться на бутылке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 and the geologists made friends with the old believers They often visited each other DimaTorzok 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 риф with the insects that carry encephalitis. Strangely, the gaffia is still unaffected. There are only batteries that carry in. There are also a force that could lead. But it would be more meaningful, in theså Отечество of the Pickle. Proton is in another capacity. Racket, the Doppler energy starts, and the rocket is in the air. Racket is on the air, They are on, they pass, with the paper, these continuations, they have the rest of the air, Летал он, а это когда-то совсем всякие копки надела на турбинах, вот эти вот плиты гнуты. Мы подали там в речке, на самом деле, на болоте не одна была. А это, да, я не знаю, что-то. Турбина есть. Умер, то самое первое Дмитрий, заболел кашлем сильным, а лисить-то все никого не знали. А мы все тоже кашлем, все трое мусились, хрош, носила кровь его в Сихарпаде. Да, сильным кашлем, тут оглушат, даже слых-то терятся при этой болезни. В 1981, три года после того, что Ликофф были обнаружены, Савин, Дмитрий и Наталья умерли. Одна теория предположила, что семья умерли иммунные системы, потому что они никогда не были освободены к внешнему миру. И они могли бы контрактить пневмонию от геологистов. Ну вот тут понимаешь, как так заразились. Ведь они от нас не пили воду, не брали от нас. Первое время они не брали ничего от нас, абсолютно ничего не брали. Если бы там встречаться заразились не от нас, то в первую очередь заразилась бы Алахия. Почему? Да потому что я ее обнял да поцеловал. Это что получается? Она бы раньше все померла, понимаешь, если бы от меня что-ли заразили. Конечно, я освободил маленькую оплошность. Вы представляете такое ощущение? Как кошку из-за кота крутится, понимаешь, обнял дым. Вот эту чмокну воду. А она все рассказала. Да и Алахия-то насил. Ты хоть в кессе залезешь от меня, я дам тебя. Вот и посмотрят. Я его там описание не могу без травы и все. Это мир сказучий, это стройский. Там и песни всякие поют. Песни, это вообще запрещено. Да, за христианами, если какие песни, кто мирский пел, там все нам и танцы, музыка. Клюшево там. А потом и пляшут, это вот самое страшное. Все любят все плясания, безчестия творят. Это жалит. Мир сухой жизни, это жалит. Там вроде машины. Машины. А эта машина, дым, касса. Там вот и сетки тут есть. Здесь вот эту вот кору, блин, а там дамакам. Прямо вот эту вот кору, блин, а там дамакам. Прямо вот высокий. Слушай, может, Сперёзе вот стоит лучше, блин, а там? Что? Агафия. Агафия не принимает продукты из шлиф-кодов. Поэтому нужно его заранее снять. А еще она с нами разговаривает даже не будет. Мы остановились где-то за километр до избушки Агафии, потому что дальше лодка пройти уже не может. Очень мелкая вода. И теперь идем пешком. Вы не сможете reach Агафия's place by following the riverbank, so we had to venture into the woods. Our guides had told us that it was only about a kilometer away. But in the end, we were walking for about 30 minutes. It turned out to be much more than a kilometer. Eventually, though, we could recognize Игарафей's hut. Здрасте, мы наконец-то туда дошли. Меня зовут Виталий. Очень приятно Вас видеть. О! А ну я вчера переделался. Здрасте. 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 Виталий. Здрасте, я Андрей. Здрасте. И Паша. Павел. Да. Чемпион. Да, да, да. Готовлюсь. В таёжной жизни. Здрасте. Здрасте, если не привели. Помощников, конечно. Здрасте. 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 Смотри, обратилась, ребята. По эту сторону. Как в горе снег погнул, а лабосы унесло. Я смотрю, тут уже лабосы нету. Унесло и лисерно. Анатус не летал. Ну что, Карповна, мы туда пройдём? Мы тут испуским, милым. Уник jewelry. Она так бобрая, но когда с ней долго живешь, она начинает человека подстраивать под себя. Начинает намекать всегда, что картошка не посажена до сих пор, дрова до сих пор скоро зима не наколуты, не напилены. Ну так все делают, и туристы так же делают, и вы так же будете делать. Она больная, во-первых, во-вторых, возраст все-таки 69 лет. Сейчас без посторонней помощи она не может, она не проживет года. Субтитры делал DimaTorzok Савин, та самая старшая, и был первый, потом Наталья Дмитрия, и ее последний. Маме того, 43-й год, видно, был. Тогда, как пришло время гражданинка. Была колода Бориса, Масилий Ленок, кораблю Масилий, в этой колоде-то. Тогда тетя налил воду теплой, и маму-то посадил воду. Тогда в воде, мама родила меня. Ну, отец это, караулю, как родила, выдергу из воды, там, и меня вот так вот полусил. А дядя, да все, он, он от меня, отец-то креститель, некому было крестить-то Дмитрия, я крестил, и меня. Ну, а потом, тогда все, выросли, и когда уже все так, братья в Северу стали жить, а дядя с нами стал жить. Пятер, братя, говорит, старый, в карбоне. Дело все, братья, какие бы деброни-братья здоровые. А тут две техки, тоже здоровые. И он их отселил, они были запрятаны, и он вдвоем жил в Тайге, два брата. Тут правильно, потому что пошло бы смещение 30 лет назад. Она мне однажды, мы с ней это доработали. Она рассказывает так. Она рассказывает так. Сестра живая была, не так, братья в жизни, чуть-чуть вруще, так понимаю, отца и везде. Ну, я, говорит, сплю, понимаешь, на лавке. Дядя, обычно, спите, вот тут печки, есть такая широкая вода. И вот сам вот там. Просыпаюсь, говорит, что такое, какой же шум, непонятный. Ты смотрел, что дядя такое, наверное, на тазике. Пашечка. Понимаешь, на дочери. До свидания. Видите, надо его, на тазике. Все-таки, это так, и не глядя, за мной сегодня. Это, мы, на моем тазике, эти разговоры, они, в общем-то, много времени отнимают. Нам сходить надо, что-то еще узнать. Вот, вечером связь будет. Сходи с ребятами, посмотри площадку. Кто вечером не спросит, где садится. Да, я вот. Дретья, что вот, не ответ, вырубала вечером. Нам надо глядеть. Мы начали, чтобы проверить, чтобы не подняться. Мы пошли, чтобы обзор завтра. Копки не приходят здесь очень часто. Только когда из-за чего происходит. Но сейчас, когда лошадь лопатки, Эрофей вовсе дело хотел предательство сотворить, как старец Сусанова для Виталия. Я вот письмо написал, прилетит вертолет и на тебя нарусники наденут, потом будешь со мной жить, то сожгу письмо, а если не будешь со мной жить, вертолет прилетит и на тебя нарусники наденут и погонят тебя на базу. А за что? Что я к нему никак на это дело, как бы ни была борьба, обнимки, поцеловки, а дело-то хотел сотворить. Мы хотели спросить Эрофей, если то, что Агафья говорил о том, что произошло, было право. Да, вот так вы что. Да, он говорил, хотел меня посажу тебя нарусники или будешь жить сам. Да, вот столько что. А вот это сплетня за сплетня. Ну вот что тут можно сказать? Это настоящее сплетня, броньё. Нормально. Ой, Господи, знаете. Вот. Не было. Что не было? Это негативно стоящее. Суниженное. Только с экспрессом сказал уже ничего, но на. А вот мне не нравится. Честы там, а много, да? Молчевого, да? Да. Да. Препосадка. Препосадка. Суниженное. На, идут. Вся рука, да. Нарусываю эту классатку. Изорвало протоками. Бугар канала. Бугар. Все понятно. Вы мне рассказывали. Бугар канала. Мне понятно. Все понятно. It looked as though a confrontation was brewing. So we decided we'd step back a little bit. По миру клевета пошла на меня, а вот Ерофею я это, как раз прием высказала, да теперь Ерофея на меня злюсь, вот и сейчас высказал, вот ушли вы, я вот с тобой целый месяц не здороваюсь и не буду здороваться, а ну я ему сказала, что вот со своё из носа погибнет, Агафья obviously wasn't interested in sorting things out with Ерофе, she had too much to do in her home, she still lights her fire with a flint and steel when she wants to cook anything, she makes her own bread from flour that's donated by people who want to help her, it's always brought in by helicopter, but only when there's a very good reason for them to be there, and she has her own particular reasons for not accepting some things. Муку я ту, которая со стрих-кодом, я её отказалась, 50 антихристовая, стрих-код. Сейчас от сотворим мира 7522 нанеси, от Рождества Христова 2022, 8 лет украдено суду-то. Пока ещё вот свобода, сейчас христиан, а время приблизаться к тому, люто будет мусени на христиан, когда вот этот микросип-то вот завалять будут на руку и на ногу, вот эта самая последняя в апокалипсисе, тут уж близко будет Христова присясти. Только христианам, которые истинную веру в Христову сохранят её с добрыми делами, с покаянием, так только тем будет, вот Бога милость, то весна будут с Богом царствовать, гресным то весна. Это выдумают за конец света, то на Петров день, то на декабре. Стоит доски. 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 Что мы на ходу, на дела, а дела-то, дела мои нет, остается. Это моя работа, сидеть, ткать, ткать-то только приходится, когда псалмы сетаю, если я так свободно, нет времени. Зимой мороз, надышишься мороза, и дважды из себя отдаешь энергию, и псалмы сетать, и воду таскать, или дрова таскать, задыхаешься полностью, едва дыхание, переводишь. Вот это есть. That evening, despite the rain and recent conflict, Agafia went to Yarafei's for a communication session. Every Wednesday Yarafei uses the radio to talk to his son Nikolai, or to the nature reserve inspectors. It's their only means of communication with the outside world. Today it was the inspectors who answered his call first. Так, вода, вода большая, нет, так все, тут не все-таки далеко, прием. Прием, не так, 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 не так. Мой добрый, слава богу. Я добрый дядя, я платил ему элементы. А вот сын мой, Николай, он на меня сразу разобиделся, что я ушел, а он уже был пацаном очень маленький. Не помнит о меня. Как-то начало-то такое положение у нас. Он все делает, кто его прошел, но я чувствую, как он делал камень, что держит в безопасности. И в Афганистан-то ушел добровольно, понимаешь ли? Добровольцем. Доказать себе все-таки что. Как бы сказать, показать, что и я. Николай couldn't be reached on the radio this time. Ну, в общем-то, в другой раз я ему буду его делать. Николай, я думаю, что я ему буду его делать. Николай, я думаю, что на конце концов. Николай, я думаю, что он здесь для меня неужели. Я неужели он. Уп Viele, пацаны. Дальше сегодня я приехал в Таиге. Мы находимся на Таиге для собрания других губов. Воскресенье не достоят работать на воскресенье или на празднике, надо запасить корму, чтобы хватило. Впереди два больших праздника и поэтому веток для коз нужно заготовить в два раза больше. Агафья использовала заготовки и заготовки в сентябре, но сейчас это становится сложнее для нее, потому что тумор в ее ряду. Все, что она может делать сейчас, это切ать бранши. Надо уходить. Сейчас 27-й год теперь, как она носила растина. Из-за меня косить-то в офисе нельзя, как станет косить она. И все сильно не разрастаться. Вот надо комусника, надо теперь косить-то. Но если кто наносит-то это, можно накосить-то? Буду таскать дрова, коз кормить, поить. А теперь все у меня. В 70-е годы-то. У меня все ослабило. Смеялось теперь ходить, катизм стал. Помостник-то. И по работе-то бы надо ему с сыном. Но если ему уж нету человека с туморского пола, помостника хоть у вас женщину бы, чтобы в доме оставалось молиться. Пусть бы и не крестеное, но желаю всей веру принять истинную. А то первое на усить. Полностью сейчас календарит. Есть там утренние, весельние молитвы. Все там. Ну и книги. Мы хотели бы помочь Агафею и Ерофею. После того, что мы были ответственностью, для агрегировать их долгосрочный фьюд. Ерофей, добрый день. Мы поставим... Куда каточек поставить? Агафья вам тут лучок принесла. Давайте мириться. Нам уезжать. А вам здесь еще жить и жить. Ну хорошо. Вы не будете выходить сейчас? Ну ладно. Не хочешь. Ну конечно. Вы не будете сейчас выходить? Ну ладно, не хочешь. Не хочешь. Не хочешь. Коммунисты. Все. Всё. 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 Какие-то последние христиане истребят, и все. Мир-то в пагубу пошел, дусы-то идут в адскую пропасть. Садовские грехи распространились по миру. Мужчины с мужчинами живут. Вот богатанный закон, кому-то свою жену иметь. С тобой не в родстве, вели другой путь, да, на лицо. Девственная жизнь проходить. Дядя-то все, пока не поженились, никаких это не было у них сто. Сто с кем-то, лицо. Мама и дядя были, они тот девственник, мама девицей. В феврале 1988, Карпликов, their father of the family, died. And a year later, Агафья was joined by another fellow-believer, Иван Троупин. He stayed in her home. There were rumors going rife that Агафья was now married. Вызвал-то его Ерофей, вот это-то меня. И сам-то-сам приставал в борьбе так уж я. Хотели срезать, а меня вырвать в мир через такое. И что грехопадение, вот и все. Где-то, Троупин, в борьбе было 70, вероятно, сутки с ним. Как же это вот добрался до нее, оприходовал, прагменно навел, понимаешь. Субтитры сделал DimaTorzok.